Авиабилеты из Израиля в Кишинев и аэропорты Румынии дорожают из-за того, что Молдова запретила транзит паломников в Умань на еврейский Новый год. Приблизительно 30 тысяч хасидов в начале октября должны были прилететь на чартерных рейсах в Кишинев. Пускать паломников хасидов в Молдову будут, но им придется лететь обычными рейсами, без отдельных коридоров и специальных зон в аэропорту. Билеты из Тель-Авива в Кишинев уже подскочили в цене. Купить прямой билет на первые числа октября не получится. Все билеты раскупили. Последние забрали еще вчера за 598 евро. Прямые билеты из Тель-Авива в румынские аэропорты тоже пропали из продажи, а рейсы с пересадками подорожали. Тут билет туда-обратно 500 евро, плюс наземный транзит, ну не транзит, а перевозка, плюс размещение. То поездка в Приднестровье получается в районе полторы тысячи, что в принципе достаточно существенная сумма. И сейчас крайне сложная ситуация, потому что чартеры, которые уже были согласованы, уже куплены билеты, то есть оплощены паломниками и организациями, которые их отправляют, потому что в некоторых случаях не сами паломники покупают собственные билеты, это некоторые учебные заведения религиозные и так далее, переводятся в Ясы, переводятся в Бухарест. Ограничения чартеров власти Молдовы объяснили низкой пропускной способностью аэропорта, вопросами безопасности и тем, что остался долг перед Молдовой за обеспечение транзита, хотя организаторы паломничества утверждают обратное. Как запрет отразиться на приднестровском туризме? Будут ли хасиды приезжать на могилу Равина Шабтая в Рашков или обходить Молдову и Приднестровье стороной? По словам Юрия Кричмана, паломничество в Рашков напрямую не зависит от поездок в Умань. Небольшие группы, 10 человек, 12 человек, и даже судя по тому количеству камешков, которые есть на могиле Шабтая, как есть еврейская традиция, оставлять камушек на могиле, то их там сотни. То есть постепенно небольшими группами туда продолжают ездить. И скажется ли это на нас, мы посмотрим, как пройдет операция Умань в этом году. И какие будут отзывы. Потому что за 30 тысячами, которые едут, стоит еще 300 тысяч членов семей, которые спросят, ну как съездили. Хасиды едут в Умань на еврейский Новый год, чтобы провести время у могилы праведника Равина Нахмана, который жил в 18 веке. Это место паломничества религиозных евреев уже более 200 лет. Владлен Донковцева, ТСВ.